МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отрасль жилищно-коммунального хозяйства – одна из важнейших в нашей стране. Неслучайно интерес к ее развитию со стороны населения всегда остается неизменно высоким. Услугами ЖКХ мы пользуемся ежедневно, но многие даже и не представляют, какие затраты стоят за тем, чтобы было тепло в домах, исправно функционировали инженерные коммуникации, были чистыми дворы и улицы. Что и говорить, люди нередко жалуются на плохое состояние жилого фонда, дворовых территорий, длительные капитальные ремонты домов. Резкой критике обычно подвергается работа обслуживающего персонала. Если потек кран, скорее всего, придется отпрашиваться с работой сидит дома целый день, точнее с 9 до 5 часов вечера, ждать сантехника, который может прийти, а может и не успеть. В итоге терпение кончается, и человек вызывает частника по объявлению. И тот, не смущаясь, называет стоимость своих услуг в условных единицах. Зато приедет в любое удобное для клиента время. Больной вопрос – капитальный ремонт. Хоть в последние годы выполняются большие объемы по текущему и капитальному ремонтам ветхого жилого фонда, ждущего в своей очереди, еще много. Обычной практикой стал сбор денег на ремонт подъезда, установку входных дверей. Наводя таким образом порядок у себя в подъезде, некоторые недоумевают, дескать, на что идут деньги, указанные в жировках. Критика бывает обоснованной, а бывает и по-другому. Не всегда горожане берегут то, что имеют. Только специалисты приведут в порядок дом или двор. Через некоторое время смотришь – двери в подъезде разбиты, стены из царапаны, скамейки сломаны. Еще одна проблема – задолженности за пользование коммунальными услугами. А ведь несвоевременная плата влияет на финансовое положение предприятия, которое оказывает разнообразные услуги населению ежедневно и даже, смело можно сказать, ежечасно. К примеру, сейчас специалисты ЖКХ осуществляют замену системы холодного водоснабжения в одном из кооперативных домов в Северном микрорайоне. Старые стальные трубы отслужили не один десяток лет, и дальнейшая их эксплуатация стала небезопасной. Сейчас их меняют на полиэтиленовые. Они не подвержены коррозии, имеют более долгий срок эксплуатации. Для жильцов ЖСК эта услуга платная. А вообще оказание услуг по теплоснабжению, техническому обслуживанию жилфонда, вывозу твердых бытовых отходов для предприятия убыточно. Так, по теплоснабжению население возмещает лишь 13% затрат, по техническому обслуживанию жилфонда – 20%. Кроме основных предприятий ЖРЭО выполняет широкий спектр дополнительных услуг, которые могут быть оказаны по заявкам населения на платной основе. Наши предприятия, КРБЖ города Баранович, помимо текущего обслуживания, текущего и капитального ремонта жилищного фонда, оказывают различные дополнительные платные услуги населению, юридическим лицам, медицинским предпринимателям и жилищно-строительным кооперативам. Если так примерно перечислить, то спектр, на самом деле, достаточно большой. Если так пробежаться, хотя бы в двух словах рассказать, это, допустим, услуги по санитарно-технической работы. Это различного профиля, это и замена участков водопроводных кондиционных труб, установка замена санитарно-технического оборудования. То есть, фактически, получается, это порядка 320 номинований работ. Это электромонтажные работы. То есть, опять же, это и прокладка электрической проводки, это смена или установка выключателей, розеток и ряд других. И ремонтно-строительные работы. Здесь получается и установка кровли, это водоотведение, водоотводящих систем, это облицовочные работы, отделочные, это печные работы, то есть ряд других. Помимо этого, электротехническая лаборатория, Крыбжи, город Баранович, она оказывает услуги по измерению сопротивления электропроводки. Эти услуги оказываются как юридическим лицам, так и частным лицам. Аварийно-техническая служба, то есть еще одно подтверждение нашего предприятия, оказывает также различный спектр услуг. Это и ремонтно-восстановительные работы, это откачка сточных вод, это промывка систем канализации оборудованием высокого давления, то есть, ну, очень эффективное оборудование, то есть, позволяет устранять различные заторы. Помимо этого, отдел капитального ремонта осуществляет услуги по техническому надзору, по производству работ, по перепланировке и переустройству квартир населения, то есть, заключаются договора на договорной основе, и в процессе всего цикла проведения работы осуществляется технический надзор. И если говорить в целом об объемах, которые выполняются, то вот, для примера, за 8 месяцев 2013 года оказаны услуг населения, вот уже платных услуг, то есть, предприятиям заработано порядка 900 миллионов рублей. И есть такие, допустим, даже варианты, что если индивидуальное лицо выполняет какие-то работы у себя, то есть, ну, мы ему оказываем услуги, и есть на выбор такие варианты, то есть, он может сам, допустим, приобретать санитарно-техническое устройство, или же, предположим, он просто идет в магазин, выбирает, то есть, у нас с рядом магазином заключены договора, и вот в этом магазине, если он оборудование выбирает себе, потом это оборудование мы сами приходим, забираем, устанавливаем, ну, и просто уже в счет на производство работ включается, значит, стоимость этого поставленного оборудования. Оплата за выполненные работы таким образом может производиться через банк или почту. Если заказчик проживает в доме, состоящем на балансе ЖЭСа, или находится на техническом обслуживании ЖЭСа, то оплата может включаться в квитанцию по оплате коммунальных услуг. Их перечень размещен на стендах в жилищно-эксплуатационных службах, а более подробную информацию можно получить у диспетчера. Любой желающий может ознакомиться с прайсом, но окончательная стоимость работ, естественно, будет определена после обследования специалистом объекта. Обратиться в ЖЭС можно практически по любому поводу, будь то ремонт пола или даже тепловая реабилитация дома. Если говорить про, допустим, частное лицо какое-то, если он хочет сделать тепловую реабилитацию, допустим, своего дома частного, то есть дома, который ему принадлежит, такие услуги мы можем оказывать. У нас есть ремонтно-строительный участок, который в том числе и занимается этим видом работ. Но дело в том, что у нас тоже существуют свои объемы, то есть запланированные объемы, которые нам необходимо выполнять. И я думаю, что в данном случае такие вопросы не решались бы индивидуально, то есть в силу возможности проведения таких работ, ну и загруженности наших специалистов. В ЖЭСах также осуществляются административные процедуры, касающиеся выдачи и обмена паспорта, регистрации граждан Республики Беларусь и справок о месте жительства. Эти службы работают большинство дней с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, в любом ЖЭСе можно получить и предварительную консультацию по телефону. То есть работа построена так, чтобы человек, обращающийся за той или иной услугой, тратил минимум времени. Нарекания, конечно, бывают, говорят специалисты. Недостаток финансовых средств сказывается на работе. При этом надо отдать должность специалистам, которые работают в этой непростой сфере, которые стараются сделать нашу жизнь более комфортной и радостной.